Рейтинговые агентства продолжают сеять сомнения и стресс на Уолл-стрит. Во вторник под давлением оказался банковский сектор, что в совокупности с ростом доходности казначейских облигаций привело базовые индексы США к минорному завершению торгов. Новый день несет еще один потенциальный стресс и связан он теперь уже с Центральным банком и публикацией протоколов ФРС. Аналитики группы компаний Инстафорекс уже готовы представить вам свой прогноз на биржевой день. Вашему вниманию свежий обзор рынка США. Здравствуйте! Во вторник базовые индексы фондовой Америки, оказавшись под давлением падения банковского и энергетического секторов, потеряли более 1% веса. К звонку о закрытии бирж промышленный индекс Доу Джонса просел на 1,2 процента. Технологичный NASDAQ снизился на 1,14 процента, а эталонный S&P 500 упал на 1,16 процента и завершил сессию на отметке 4437 пунктов, впервые с марта закрывшись ниже своей 50-дневной скользящей средней. До звонка в понедельник фьючерсы на топовые индексы США большую часть дня провели, переминаясь вблизи точек закрытия, но ближе к открытию торгов США все же перешли в зеленую зону шагом от 1,1 до 0,4 процента. Что касается прогноза для эталона в S&P 500, то биржевой день индекс может провести в границах значений 4410 и 4480 пунктов. Основные фондовые индексы Уолл-Стрит закрылись резким снижением после того, как более сильные, чем ожидалось данные по розничным продажам, вызвали опасения, что процентные ставки могут оставаться высокими дольше. Отчет Министерства торговли показал, что розничные продажи выросли на 0,7 процента в прошлом месяце, против ожиданий роста на 0,4, предполагая, что экономика США остается сильной. Поскольку в доходность десятилетних казначейских облигаций на этом фоне во вторник достигла самого высокого уровня почти за 10 месяцев, акции упали в обморок. Дополнительным грузом для индексов стали ценные бумаги банков, которые испытали на себе основную тяжесть продаж. Причина – отчет, в котором говорится, что рейтинговое агентство Fitch может понизить рейтинг нескольким банкам. На этом фоне акции JP Morgan Chase упали на 2,5 процента, Bank of America на 3,2 процента, а Wells Fargo на 2,3 процента. Акции региональных кредиторов PEC West, BankCorp, Zions BankCorp и Western Alliance Bank упали от 3,7 до 4,5 процента. После последнего предложения Федеральной корпорации по страхованию депозитов о пересмотре нормативных требований. Банковский индекс S&P 500 достиг месячного минимума, снизившись на 2,75 процента, в то время как региональный банковский индекс также упал на 3,4 процента. Все 11 основных секторов S&P 500 снизились. При этом акции энергетических компаний понесли убытки из-за снижения цен на нефть. Акции технологических компаний показали себя немного лучше благодаря росту акций Nvidia на 0,4 процента, после того как UBS и Wells Fargo подняли свои целевые цены на акции. Среди прочих акций General Motors упали на 2,3 процента, после того как Berkshire Hathaway сократила свою долю в автопроизводителе. А уже в среду фьючерсы на фондовые индексы США торговались с понижением в преддверии протоколов июльского заседания Федеральной резервной системы по вопросам политики. В то время как инвесторы в основном ожидают, что ужесточение денежно-кредитной политики ФРС близится к завершению, сохраняются опасения, что Центральный банк может дольше удерживать ставки на текущем уровне. По данным инструмента FedWatch, ставки трейдеров на паузу в повышении ставок в сентябре составляют почти 91%. На июльском заседании Центральный банк поднял ставку на 25 басных пунктов и оставил открытую дверь для дальнейших повышений. Тогда Джером Пауэлл отметил признаки дезинфляции и заявил, что будущее ставок будет зависеть от дальнейших данных. Недавние комментарии нескольких политиков Комитета по операциям на открытом рынке, по-видимому, указывают на растущий раскол между теми, кто считает, что длительная пауза уместна сейчас, и теми, кто хочет дальнейшего ужесточения. Сегодняшняя публикация протоколов поможет трейдерам понять настроение политиков внутри Комитета по ценным бумагам и Комитета по операциям на открытых рынках ФРС, и, соответственно, попытаться составить представление о будущем траектории изменений процентных ставок. При этом реакция рынка может быть ограниченной, так как уже в конце августа Федрезерв соберется на ежегодную конференцию в Джексон-Холле, где мнения политиков будут опираться уже на свежую картину экономики США. Что касается данных, то до протоколов определенные отчеты были довольно сильными. Так, количество разрешений на строительство в Соединенных Штатах выросло на 0,1%, до годового показателя в 1 млн 442 тыс. в июле, хотя рынок ожидал гораздо более стремительного роста до 1 млн 463 тыс. разрешений. При этом значительно вырос объем строительства новых домов в плюс 3,9% после снижения на 11,7% в июне. Другой отчет показал резкий рост промышленного производства в Соединенных Штатах после снижения на 0,9%. Показатель вырос до 1%, превзойдя прогноз рынка о более умеренном росте до 0,3%. Данные отразили резкий рост производства автомобилей и запчастей, добыча полезных ископаемых. Также резко выросли коммунальные услуги, поскольку очень высокие температуры в июле увеличили потребность в охлаждении. В корпоративном секторе вниманием внутри не овладел тагет. Акции компании подскочили на 7,2% на премаркете. После того, как прибыль крупного ритейлера во втором квартале перевесила годовой прогноз, более крупный конкурент Walmart, который должен объявить результаты в четверг, тоже вырос почти на 1% до звонка. Акции роста мегакапиталов были неоднозначными, но Nvidia выросла на 0,8% после того, как Piper Sandler стала последней брокерской компанией Wall Street, которая повысила целевую цену акций в преддверии отчета о доходах разработчика чипов на следующей неделе. А Tesla подешевела на 1,8%, после того, как производитель электромобилей снизил цены на свои автомобили премиум-класса Model S и Model X в Китае более чем на 6%. Coinbase прибавила 5,4%, так как криптовалютная биржа получила одобрение регулирующих органов, позволяющие розничным клиентам в США торговать фьючерсами на криптовалюту. Что касается валютного рынка, то он сегодня был в меру волатильным, и преимущественно ключевые торговые пары двигались в боковом канале. USDX к открытию торгов в США торговался у отметки в 103,2% или на 0,02% выше. Что касается прогноза диапазона движения котировки, то на сессию он очерчен в границах значений на 102,7 и 103,5 пункта. Доллар немного снизился в среду вместе с доходностью казначейских облигаций, но свежие данные по строительству новых домов и промышленного производства стали очередным подтверждением сильной экономики, что подняло индекс до звонка. При этом большую часть дня доллар проигрывал фунту, поскольку сочетание упорных показателей базовой инфляции Великобритании за июль в среду и картина заработной платы подтолкнули ожидание повышения ставки Банка Англии. Центральный банк Новой Зеландии оставил ставки на прежнем уровне, но ястребиное сообщение предполагало, что ставки останутся высокими и Киви получит поддержку от этого. Что касается мнений ФРС, то сегодня также должны быть опубликованы протоколы последнего заседания по вопросам политики, но глава ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари настаивает на том, что еще слишком рано говорить о том, что компания по повышению процентной ставки Центральным банком завершена. Вот его цитата. Я не готов сказать, что мы закончили. Конец цитаты. Что касается КАДи, то шаткие позиции нефти и сильный доллар продолжают не лучшим образом сказываться на активе. Во вторник Луни получил некоторую поддержку от данных по ускорению инфляции, но сегодня продолжил усугублять потери. Пара USDCAD внутри дня торговалась у 1,3500 или на 0,06% выше. Что касается прогнозного диапазона, то на торги он отчерчен между значениями 1,3470-1,3540. Несмотря на то, что ставки на дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики Банком Канады выросли, Луни продолжает испытывать давление со стороны нефтяных котировок. Оба бенчмарка упали во вторник более чем на 1% и сегодня торговались нестабильно. Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,12%, до 85 долларов за баррель, в то время как американская нефть марки WTI подорожала на 0,39%. В центре внимания находится вялая экономика Китая после того, как показатель розничных продаж, промышленного производства и инвестиций не оправдали ожидания, и это усилило опасения по поводу более глубокого и продолжительного замедления роста. Центральный банк Китая незначительно снизил процентные ставки после выхода данных, хотя снижение было слишком небольшим, чтобы иметь существенное значение. Данные правительства в Соединенных Штатах по запасам в американских нефтехранилищах в Соединенных Штатах будут опубликованы позднее сегодня, и это может дать котировкам некоторый импульс. Что касается криптовалютного рынка, то он, похоже, глубоко застрял в медвежьих настроениях. Большинство активов сегодня распродаются, игнорируя позитивные новости. В частности, биткоин вплотную подошел к уровню в 29 тысяч долларов и торговался на 0,35% ниже. Что касается альткоинов, то эфир, Солана, Риппл, Кардана и Лайткоин падали шагом от 0,5% до 3,5%. В настоящее время биткоин переживает нисходящий тренд. Из-за того, что комиссия по ценным бумагам и биржам США откладывает решения по BlackRock, WhiteLite и другим спотовым биткоин-ETF. Противостояние с комиссией по ценным бумагам давит на оптимизм рынка, а хорошие новости не имеют значительного резонанса, но они есть. Coinbase заявила в среду, что получила одобрение на предложение фьючерсов на криптовалюту розничным клиентам Соединенных Штатов, одержав крупную победу. Одобрение было предоставлено Национальной фьючерсной ассоциацией через два года после подачи заявки. Это важная веха, подтверждающая наше стремление ввести регулируемый и соответствующий требованиям бизнес, заявили в Coinbase. Генеральный директор Брайн Армстронг также заявил, что больше американских криптокомпаний могут уйти в офшоры из-за враждебной нормативно-правовой среды и подхода председателя комиссии по ценным бумагам Гэри Гэнтли, ориентированного на удушение инноваций в отрасли. Что касается торговых перспектив, то биткоин сегодня пытается удержаться выше 29 тысяч долларов. Актив может провести день в колебаниях у этого уровня. Более пессимистичный сценарий выглядит как снижение до уровня в 28 650 долларов. Осторожный оптимизм предполагает восстановление выше 29 350 долларов. Такими перспективы биржевого дня в США видят эксперты группы компании ИнстаФорекс. Наша команда отслеживает ключевые события, чтобы вы всегда были в курсе главных трендов и рисков. Напоминаем, что нам важна обратная связь для понимания ваших торговых интересов. Делитесь своим мнением, задавайте интересующие вас вопросы под этим видео. И, конечно же, покоряйте вершины Форекс вместе с нами. До новых встреч! Увидимся завтра!